Теплицы будут под аквапонику. Сделали разметку на точечный фундамент. Немного, немало, 228 штук. Вот этот элемент значительно прочнее, чем вот этот элемент. Ломиком доставать подобные вещи. Тут такие крючки. 5 кубов и 4. На следующий день точно так же. Каждая ферма может жить своей жизнью. То есть одна проваливается глубже, другая не проваливается. Никто не знает, насколько долго это все простоит. 110! Четко, переходи на следующую, параллельную, сюда вот. Мы отрежем, там где будет не хватать, мы доварим. Добрый день, меня зовут Александр. И сегодня я хотел рассказать по поводу того, как делать свайное или точечное поле под теплицей или тепличный блок. Как раз сейчас мы начали строить еще один тепличный блок, поэтому как и зачем делать, мы постараемся выложить в этом видео. То есть это можете вы как самостоятельно сделать, так и заказать у нас непосредственно на сайте. Пробурили первый блок на три теплицы. Каждая теплица 10 на 80 размер. Сделали разметку на точечный фундамент. Каждые два с половиной метра у нас по периметру до конца набурены лунки. Это у нас торцы. Вот такая вот у нас паутина тут. С той стороны этого здания сейчас бурим аналогичный блок, как здесь. Точно так же расположение идет. Лунку закладывается вот такая вот закладная труба. 40 на 40. Вот здесь их не много, не мало. 228 штук в одном блоке. Вот они. Вот так вот будем бетонировать. Тут два мотобура. По два человека набур. Контрольно все эти нитки вот они у нас гуляют. Мы их крепим еще крючками точечно, чтобы нитка не сбивалась. И кидаем закладные. Потом приходит бетон и будем уже бетонировать все это дело. Бурится хорошо. Там, где нету камней. А вот там, где камни, то иногда проблематично. Приходится ломиком доставать подобные вещи. Тут в принципе не только камни попадаются. Мы столкнулись с тем, что родные ножи на бурах очень быстро затупились. И бур просто перестал работать как надо. В итоге поехали на разборку. Даже не на разборку, а на пункт металлоприема. Купил я рессоры. Заточил их, приварили. И буры наши заработали. Работа продолжилась. Так что те, кто будет усовершенствовать свои буры, имейте в виду, что с рессором в принципе рабочий вариант. Если у вас есть несколько теплиц, то вам необходимо поставить их довольно-таки на жесткую опору. Потому что данная конструкция должна выдерживать как снеговые нагрузки. То есть, каждая ферма имеет опору. И эта опора должна там выдерживать в зависимости от размера самой теплицы по ширине. От то наиболее, то есть, на одну опору нагрузки. И если у нас нет нормальной, хорошей связки с землей, то есть, каждая ферма может жить своей жизнью. То есть, одна проваливается глубже, другая не проваливается. Это первое. Второе. Естественно, у нас есть ветровые нагрузки. И если у нас, опять же, наши фермы не будут жестко закреплены с землей, то никто не знает, насколько долго это все простоит. Сделали контрольную разбивку. Значит, каждый шнур контрольно. Натянули и зафиксировали точечно, крючками. Крючки мы сделали с арматуры. Вот такие крючки. Значит, и точечно, там где будет у нас бетон на каждой. Вот здесь вот, на продольной крючке. В общем, сделали точную разбивку, чтобы потом, когда мы бетон будем лить, чтобы у нас эти метки все не сбивались. Наложили закладные. И изготовили два вот таких приемника под бетон. Значит, все это застивается целлофаном. То есть, будет у нас четыре миксера. Пять кубов и четыре. На следующий день точно так же. Есть у нас, к примеру, теплица. И теплицы непосредственно устанавливаются на землю. Поскольку у нас конструкция массивная, имеет определенную паразонность, имеет определенные снеговые нагрузки, то вот эта точка должна иметь хорошую связку. Есть два метода крепежа. То есть, два основных. То есть, в принципе, я ее назову третий. То есть, первый часто использует винтовые сваи. Довольно интересный способ. В принципе, позволяет быстро установить теплицу, зафиксировать и при необходимости это все выкрутить. Второй вариант, когда теплица устанавливается непосредственно на бетонные опоры. Заливается, то есть, бетонный стакан. Обычно диаметром 25-30 сантиметров. В зависимости от грунта. То есть, какой грунт. На глубину до одного метра. Плюс подушка. И потом здесь есть закладная. И уже непосредственно на вот эту опору устанавливается теплица. Вот этот элемент значительно прочнее, чем вот этот элемент. То есть, здесь за счет массивности, за счет большей погруженности и за счет большей площади соприкосновения вот эти опоры всегда значительно прочнее. Это первое. Но, естественно, они как бы более сложнее в изготовлении, потому что это надо пробурить ямочки, залить бетон, установить закладные. То есть, это все как бы значительно сложнее. Но это значительно прочнее. У нас есть поле под несколько теплиц. И, соответственно, нам надо установить точечки. То есть, это будут опоры под наши теплицы. Требования еще усложняются тем, что теплицы будут под аквапонику. Поэтому теплица должна быть идеально ровная. То есть, мы должны отбить так уровень, чтобы он был везде в начале и в конце одинаковый уровень. Поэтому, чтобы это все было, то есть, мы натягиваем струнки, леску, вот так и вот. И потом это все вот отдельно бурим. Как это все происходит, посмотрите далее. Я думаю, это вам подскажет, как правильно сделать опору под ваши теплицы. Вот четыре тачки. Приехал бетон наш. И вот так в каждую лунку. Эту площадку мы уже залили. Уже даже разметку поснимали. Каркасы приехали. Вот таким вот образом. Наши точечки простоят. Три теплицы здесь, три теплицы с той стороны. Вот так вот выложили стол, шаблон. Так вот происходит сборка. Элементы. Вот это уже готовые две теплицы. 110. Четко переходи на следующую, параллельную сюда вот. Делаем контрольную разбивку. Разметку, разбивку. Значит, там где будет лишнее, мы отрежем. Там где будет не хватать, мы доварим. Вот так вот каждую. Нам здесь нужен идеальный ноль. Вот эта сторона завалена получается. Но на вот этих двух крайних перепад больше, чем на остальных. Поэтому тут придется, чтобы отметиться, сразу довариваться, натягивать леску. На 80 метрах три точки. Делаем леску, натягиваем, и она нам все показывает. Продолжаем наше строительство. Отбили этот блок в ноль, и теперь у нас пошли до варки. Вот таким образом каждая нога замеряется, и от нулевой точки у нас должно быть 50 сантиметров. Вот так вот на каждой. Вот эти все фермы теперь нам надо развожить. Вот так вот развожили все фермы. Следующий этап – подъем. Я надеюсь, данное видео было информативно вам, и если вы решили самостоятельно сделать, то оно вам поможет это сделать правильно. С вами был Александр, компания Котеплица. Живите в гармонии природы и в ритме прогресса, и до новых встреч.